Шановные друзья, у нас у гостях еще один есть из Чехии, маркетинговый директор праздского марафона, ЗООН. Он говорит английский, поэтому английского переходного. Как вы чувствуете, под этим тренером, после 42 километров? Я никогда не ходила в такой ситуации, но это было очень красиво. Очень красиво, да? Особенно вторая часть маратона, потому что вы в старом Киеве и мне очень нравится. Но вы действительно не hesите, что это было бы, когда мы начали? Я не хотел, но это было бы лучше, чем когда он был холодный. В конце концов, я думаю, что мне и все, кто-то, мы очень рады. очень много. А это просто личный рейк или что-то? Нет, конечно, не так. Но в этой ситуации это не очень приятно. Я знаю, что ты просто немного холодный, но еще раз вопрос о организации. Как вы испытываете организацию? Как вы могли бы вы学ить от Киев и что вы могли бы выучить? Я должен сказать, что когда мы пришли сюда, я был немного опасен, как это будет. Потому что в Республике есть много новостей о Украине и ситуации здесь. Но я должен сказать, что все очень хорошо и прекрасно. И от организации я не видел никаких больших ошибок. И я должен обеспечить организацию, как они обеспечивают все кроссы с таким образом в Киеве. Так что просто большое спасибо за организацию. И это здорово. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Это был маркетинговый директор працкого марафону. Он приехал до нас. Он бег, в основном, даже с дистанцией 42 км. Такое немного импровизованное интервью у нас вошло. Но я так швиденько пару слов скажу. По-перше, были вагания с приводу того, to be or not to be. Тобто бежать или не бежать. Но комплименты приятно за организаторов. Комплименты от организатора марафона, который имеет значительно больший... Я имею в виду марафон. Ну, очевидно, организатор теж. Достаточно больший стаж и досвід. Ну, и, мабуть, кількість учасників. И, мабуть, финансово складывание. Мы почули, что працкий марафон от его коллеги. Почули, что працкий марафон мает профит. Не знаю, как киевский бизнес-модель не очень заглядывался. Речь будет интересно спросить. Но все остальные марафоны або выходили с этой организацией ледко в нуль, або не выходили в нуль взагалі. Тобто были в минусе. Досвід цей, звичайно, и однозначно очень полезный. И комплименты на адресу украинских организаторов киевского марафона очень важны. Спасибо за просмотр!